Жить с хорошим чувством юмора намного проще, ведь на некоторые вещи ты готов взглянуть с улыбкой, а розыгрыши близких только улучшают настроение. Автор фотографии рассказал, что его коллега поймал эту ящерицу и решил устроить небольшой ритуал с участием кошачьих фигурок. Если вы прикрепите сигнальный гудок со стороны, где его будет совершенно не видно, то, уверяю вас, крики от посетителей туалета будут неизбежны! Сегодня менял полы в своем доме и оставил небольшой сюрприз. Теперь следующий, кто захочет заняться ремонтом, увидит его. Надеюсь, мою отсылку поймут и улыбнутся. Привет, с вами канал Фактория! Мои родители настолько любят своих питомцев, что относятся к ним как к особам королевских кровей. Решил сделать им подарок в виде таких портретов. Перед поездкой в отпуск пересмотрел кучу фотографий из путешествий своих знакомых. Скажите, я ведь все правильно делаю? Поза верная, но локация немного не та. Тот случай, когда у твоего папы день рождения, а в доме нет свечек с нужными цифрами. Зато есть свечки в виде букв, из которых можно сделать слово «старый». На соседней ферме есть курица, которая разрешена свободно гулять. Так как сейчас темнеет рано, владельцы надели на нее светоотражающий жилет, чтобы ее было видно издалека. Сказала своему парню, что подарю ему на Рождество бургер. Он думал, что я шучу. Теперь-то он знает, что я слов на ветер никогда не бросаю. В то время, как большинство заводят собаки, на которой должен охранять их участок, другие идут на более странные решения. У владельцев этого дома есть индюк, который отпугивает незваных гостей. Рецепт освежающего розыгрыша прост. Располовиниваем печеньку Орео, вычищаем всю начинку, заменяем ее зубной пастой и соединяем обратно. Правда, владельцев прекрасного обоняния таким не провести. Сотрудникам с хорошим чувством юмора рады везде, ведь с ними рабочий день проходит намного проще. Так выглядит велопарковка рядом со спортзалом. Уже здесь можно провести небольшое кардио. Посмотрите на название этого отдела. Оно переводится как «загадки» и «мистика». Поэтому сотрудники решили, что ты не должен знать, какую книгу вытянешь. Пусть это будет тайной. Для тех, кому интересно, каково это жить с другом, рассказываю. Жизнь с другом – это когда он стоит на пороге туалета и поет тебе серенады, пока ты занят своим делом. Бабушка способна не терять заряд позитива даже после того, как в ее городе случилось наводнение. Она посчитала, что это прекрасный повод прокатиться на гидроцикле. Водитель автобуса знает, как с легкостью ввести в замешательство остальных участников движения. Лишь бы такая безобидная наклейка не стала причиной аварии. Вы должны кричать «Останется только один из нас!» для того, чтобы пользоваться одним из этих мечей. Спасибо за понимание. Присылайте свои интересные фотографии по ссылкам в описании под видео. Повесил фотографию зомби напротив камеры, подключенной к радионяне. Моя жена была не в большом восторге, что ей пришлось подскочить от такого посреди ночи и бежать в комнату к ребенку. Эта усложняющая картонка с надписью «Хардкор Мод» появилась в туалете семьи, где единственным представителем мужского пола является 10-летний парнишка. Моя жена сделала УЗИ. И вместо снимка нашего ребенка я дал ей изображение ксеноморфа. Поняла она это только после того, как разослала фото всем родственникам. Врачи обязательно должны обладать чувством юмора, чтобы уметь успокоить своих пациентов. Главное, чтобы он был не черный. Такой туалет находится рядом с кабинетом окулиста. Мужчины попали в аварию из-за того, что дорога оказалась слишком заснеженной. И пока они ждали спасателей, решили не терять времени зря и начали лепить снеговиков. Многие любят украшать новогодние елки в соответствии со своей профессией. Ошибка 404. Украшения не найдены. Догадайтесь, кто работает в этом офисе? Сегодня мне исполнилось 40 лет. Мои дети подготовили для меня небольшой сюрприз. Надпись на полу переводится как «Молодость Мэтта». И, как вы поняли, ее уже нет в живых. Коллега подложил в мою перчатку пакетик с чернилами. Он считает, что это забавно, а мне теперь еще долго ходить с такой рукой. Уезжала в свадебное путешествие. Когда вернулась в первый рабочий день, меня ждал такой сюрприз. Весь стол был усыпан орбизами. Избавиться от них было непросто. Элементарный трюк, который может провернуть каждый. Эта монета приклеена на суперклей. Желающих ее взять было немало. Мужчина долго вырисовывал гигантских пауков на этой крыше. А все потому, что рядом находится аэропорт. И так он решил подшутить над пассажирами каждого самолета, пролетающего мимо. Сегодня я выяснил, что наш семейный автомобиль может проехать через дверной проем внутрь дома. Как считаете, моя жена будет в восторге от этой новости? Когда мужчина берется за украшение туалета, то ничего хорошего не стоит ждать. Вы-то быстро привыкнете к новой картине, а гости будут в шоке от нее. Коллега моей жены все еще думает, что его новое растение – кактус. На самом деле это маринованный огурец, который каждые два дня заменяется свежим. Эксперимент длится уже две недели. Моя жена попросила одеться подобающим образом на праздничную фотосессию в честь Рождества. Думаю, я справился на максимальный бал. Меня пригласили на свадьбу свидетелям. Сказали, чтобы я оделся во что-то типа старого летчика. Выполнил их условия. Пришел в ЗАГС, а там все в платьях и костюмах. Меня даже в здание не пустили. Потом я узнал, что это была шутка. У беспроводных наушников есть один значительный минус. Их очень просто потерять. И как назло теряется только один. Кто-то начал расклеивать по городу стикеры в виде наушников, а затем следить за людьми, которые пытаются их поднять. Когда старший брат вручает торт со словами «это самое лучшее из того, что ты добился». Текст переводится как «по крайней мере у тебя выросла шея». А теперь взгляните на фото. Жизнь в общежитии. Это когда ты не можешь быть на 100% уверен, что новый день будет похож на вчерашний. Особенно если кто-то из соседей любит делать подобные сюрпризы. Еще один безобидный розыгрыш, который сонную голову приведет в недоумение. Поставьте тарелку с хлопьями в морозилку перед тем, как вручить ее кому-нибудь. Если в вашем доме до сих пор идет война за пульт, то можно незаметно заклеить датчик на нем и с улыбкой наблюдать, как жертва не понимает, почему пульт не работает даже с новыми батарейками. Чтобы продолжить работу с программой, необходимо занести две банки-сгущёнки разработчикам. Вы согласны продолжить работу? Всегда нужно уметь извлекать выгоду из своей должности в отделе. Мой друг переехал из Канады. Сегодня я решил сделать ему патриотичный подарок. Но внутри его ждал мой коварный сюрприз. Друг попросил ребят встретить его в аэропорту. Они, естественно, не могли отказать и ждали его с табличкой «Поздравляем с условно-досрочным освобождением». Если вы увидите, что внутри вашего офиса происходит такое, то, скорее всего, развернетесь и начнете искать виноватого. Но только вы не знаете, что внутри на самом деле все в порядке, и лишь один пакет был приклеен к стеклу. Заметил небольшую дырку в потолке в своем офисе. Извините, но я не смог удержаться и решил ее немного украсить. Так ведь лучше смотрится. Проверьте знание клавиатуры своего коллеги. Заклейте ему цветными стикерами все кнопки. Либо ему это не помешает, либо он потратит кучу времени, чтобы от них избавиться. Не зря эти два тюбика так идеально подходят. Одинаковый эффект вы получите и если замените пасту горчицей, и если горчицу пастой. А если вы перейдете на наш второй канал «Видеомикс» по ссылке в описании, то получите эффект наслаждения от просмотра новых роликов. Здесь все элементарно. Аккуратно прошиваем носок посередине, а затем наблюдаем за безнадежными попытками надеть его на ногу. В комнату доверху, заполненную воздушными шарами, кто-то будет безумно рад залететь. А некоторым это не покажется забавным. Но на самом же деле, внутри их не так уж и много. Моя девятилетняя дочь спросила, не могу ли я ей помочь с домашним заданием для художественной школы. Мне кажется, что я никогда не повзрослею. Узнайте у своего коллеги, кого больше всех он не любит. Распечатайте много, очень много фотографий с этой персоной, а затем проделайте что-нибудь такое. После этого больше всех не любить он будет уже вас. Те, кому слишком скучно работать в продуктовом магазине, могут подложить в овощной отдел игрушечную змею и наслаждаться криками посетителей. Если вам надоело, что кто-то из ваших сослуживцев слишком много времени проводит в туалете, то можно его слегка приучить подобным образом. Я даже не представляю, сколько времени на это потребовалось, но на уборку определенно понадобится гораздо больше. Ведь в каждом из стаканчиков вода. Если вы живете в загородном доме, а в ванной есть окно, то можете незаметно поставить с обратной стороны голову манекена в тот момент, когда кто-то из вашей семьи принимает душ. Самый элементарный способ вывести своего коллегу из себя – затянуть стяжкой единственные на весь офис ножницы. Вы никогда не забудете то, как ее пытаются снять. Решил проверить нервы своей девушки на прочность и тихо ночью установил эту фигуру в коридоре. Испытание она не прошла. Внутри находится пищевой краситель. Думаю, даже не нужно объяснять результат того, что получится, если его совместить с зубной щеткой. Этот розыгрыш просто сведет с ума вашу жертву, если у нее небольшой рост. Сначала попытаются добраться до стула, а затем с его помощью начнут снимать и все остальное. Вы знали, что приманка для морской рыбы хранится в точно таких же баллончиках, что и освежитель воздуха? Если замаскировать его, то вместо ожидаемого тропического аромата вокруг распространится запах креветок. Умный уличный торговец решил развесить свои шляпы на дорожных конусах. Так он смог вызвать не только внимание к своему товару, но и улыбки на лице. Таким образом, моя девушка пыталась смотивировать меня подняться с кровати. Стыдно признавать, но ее метод сработал. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под этим видео. Ну а всех обладателей хорошего чувства юмора мы ждем на нашем втором канале Видеомикс. Ссылка тоже в описании.